ну два года всем привет друзья извиняюсь за свой внешний вид дело в том, что сегодня прям был супер мега тяжелый день но тяжелый это не значит плохой много дел просто навалилось, поэтому подустала и в конце дня сейчас приехал резчик как я уже в прошлых видео рассказывала у нас свиноматка, которая должна была опороситься вот четвертый раз она не опоросилась и соответственно вот пришлось ее забить ну действительно такой уже возраст для свиноматок нормальный считается потому что дальше они уже как бы старые это еще не старая свиноматка еще не поизносилась мясо у нее должно быть просто отличным вот и в принципе поголовье наших свиней так уже достаточно большое у нас сейчас на данный момент пять поросят на откорме три из них маленьких, два уже подрощенных тоже скоро будем резать и две свиноматки останутся одна из них дочка вот этой свиноматки и соответственно дюрок который мы покупали девочка вот я конечно весь этот процесс там забоя туда-сюда поди сюда сами понимаете показывать не буду youtube такие контенты блокирует не хочу нарываться на какие-то предупреждения от youtube поэтому мне сейчас важно взвесить вообще интересно посмотреть конечно сало это свиноматка 50% дюрок то есть какое количество салу на этой туши сколько же все-таки мяса то есть вот такие вот всякие подсчеты плюс я вам расскажу в конце ролика все рентабельность содержания свиноматки мне кажется что это самый самый наилучший вариант выращивания свиней потому что она дает несколько лет подряд потомство которое продается которое тоже приносит доход ну и плюс сама потом идет тоже на мясо тоже не в убыток своему хозяину так что свиноматок можно держать это хорошая тема вот вам приятного просмотра тем не менее кому интересно смотреть такие видеоролики ну и не забывайте поддерживать меня лайками так что я вам покажу килограмм 200 горите будет так я хочу ради так сказать сравнение да вот у меня метр 70 рост вот хрюша блин я даже не за микрос она выше если с головой то еще больше научно вот такая вот за два годика выросла хорошая мяско копченых вкусно пахнет теперь моем труба чистый 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 мне почему интересно плотность это же дюрок тоже хоть и поместный но дюрок они обычно тяжелые мясо не тяжелые Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы решили заснять конец этого видеоролика, когда уже разделали мясо. Честно говоря, работы было так много и так много сил на это ушло, что снимать и что-то рассказывать в процессе не было возможности. Поэтому вот наш морозильный ларь. Он почти дополно набит мясом. Здесь и остатки сала. Ну, такие остатки, конечно, тоненькие, потому что все толстое сало мы продали. А само мясо лежит вот здесь. Все подписано, каждый пакетик. 250 килограмм туша получилось. Из них почти 100 килограмм сала. Но само мясо совершенно не жирное, что и подтвердили даже мясники. Они говорят, что очень хорошее мясо, очень хорошее качество. Итак, я вам тут написала то, что обещала в начале видеоролика. Рассказать, выгодно или невыгодно держать свиноматку. Это просто выдержки из тех записей, которые мы делали в течение всех этих лет. Записываешь, сколько ест свиноматка, сколько тратится денег на нее, сколько тратишь на поросенка, которую либо купил, либо вырастил. Знаете, мы пришли к такому выводу, что, конечно, у всех корма разные. То есть, кто-то дорогими кормами кормит. Мы, например, начинали всегда с пурины. Они очень дорогие. Кто-то кормит ячменем, кукурузой, жмых. Кто-то вообще по-простому пшеницу дает, отходы дает. У нас, например, кормление сейчас выглядит так. Мы кормим ячмень, кукурузу и плюс очень много молочных отходов. То есть, сыворотки, обратно. Там какие-то, может быть, скисшие пропавшие продукты. То есть, эти остатки со стола. То есть, они у нас едят 50% зерновых, 50% молочных продуктов. Поэтому мы, конечно, отказались от дорогостоящих комбикормов. Они только на стартерном периоде у нас присутствуют. То есть, когда поросеночек только родился, мы прикармливаем специализированным пристартером. Точнее, даже не стартером, а пристартером. Дальше все это переводится на зерно с молочными отходами. Выход абсолютно такой же. У нас свиньи в 6 месяцев от 80 и больше килограмм. Соответственно, если я вам сейчас расскажу свои какие-то цифры, вы скажете, Оля, а у нас вот по-другому. У нас вот, например, в год 90 килограмм свинья весит. А у меня, допустим, в год 120 килограмм весит. То есть, у нас всегда все по-разному. Тем не менее, глядя на наш метод выращивания и на нашу смету, вы тоже сделаете такой же вывод, как и я. Выгодно держать свиноматку. И это не вопрос. Это уже ответ. Дело в том, что поросенок, который рождается в вашем хозяйстве, стоит в два раза меньше, чем тот поросенок, который вы купите на рынке или с рук. Потому что каждый хозяин закладывает себе стоимость и умножает на 100%, чтобы заработать денег. Это нормально. Чтобы покрыть свиноматку, нужно ее растить 8 месяцев. И, соответственно, каждый день ее кормить не меньше 3 килограмм в сутки корма. Супоростная свиноматка 3 месяца ест чуть меньше корма, чтобы не разжиреть. И только за 3 недели до опороса ест почти двойную дозу. То есть, вы ее увеличиваете, увеличиваете. А после опороса и плюс 40 дней даете двойную дозу. То есть, 6-7 килограмм. Это, в принципе, здесь все написано. Не знаю, понятно или нет. В год свиноматка, которая уже и выросла, и опоросилась, принесла вам в среднем 10 поросят. Вы их продали. Давайте возьмем среднюю цену за 4 тысячи, может быть, за 3, может быть, за 5. У кого какие свиньи, у кого какая порода. Породистые, естественно, будут стоить дороже. Вы продали, получили с них деньги. Пополам, естественно, надо поделить. Потому что туда входит себестоимость этого поросеночка. Также и сдали свиноматку на мясо. 50% за год. Это ее корм. Вот от этой суммы. Вот и весь подсчет. То есть, понимаете, вы можете держать целый год свинью, сдать ее и получить, условно, сколько мы можем за свинью получить. Мы можем получить от 20 до 35 тысяч. Вот по закупочной цене. У нас сейчас очень низкая закупочная цена. В общем, если вы ее продадите сами, то как-то, может быть, чуть больше это будет. Но возьмем 30 тысяч. 15 тысяч за год она съела. Это прям точно. Это уже подсчитано много-много раз. Но если вы дадите ей возможность хоть один раз родить и принести потомство, вы еще получите 50% всей суммы от продажи поросят. Вот и считайте. Это реально выгодно. Потому что, если бы вы продали только мясо, вы получили бы 15 тысяч. А так вы получите еще там тысяч 20, а то и больше с продажи поросят. Это чистая цена поросят. А если уж как бы считать, что мы получаем, ну, не вычитая карма, не вычитая себестоимость, то деньги, конечно, гораздо значительнее у нас в руках оказываются. И каждый человек, каждый хозяин это оценивает, как будто бы он это заработал. Но на самом деле зарабатываем мы в два раза меньше, потому что вкладываемся в карман. Я думаю, вам все это понятно, потому что многие из моих зрителей держат животных, и в том числе свиней. Мне выгодно держать свиноматок. И, в принципе, я довольна то, что имею. Слава Богу за все, как говорится. До новых встреч, дорогие друзья. Не забывайте поддерживать лайком. Пишите свои комментарии, будет интересно почитать. И до новых встреч. Пока-пока.